Десерт без вреда для фигуры не мечтали? Даже если мечта, давайте сегодня эту мечту воплотим. Тем более, что готовится этот десертик довольно быстро, то есть подойдет отлично в моменте «хочу на завтрак что-нибудь сладенькое, что-нибудь вкусное» и взять его быстро приготовить и тут же можно есть, наслаждаться вкусным, приятным чаепитием. Напомню, что с помощью своих рецептов я похудела на 16 килограммов за 4 месяца. Если хотите, так же подписывайтесь, давайте готовить вместе. Сразу нам надо приготовить напиток, назовем это так. То есть такую смесь я взяла циккурий. Если вы пьете кофе, хотя я это не рекомендую, можете заварить кофе. Заливаем кипятком и получаем, по факту получаем вот такой вот напиток. Берем хлебцы, у меня это рисовые хлебцы без сахара. Окунаем в эту смесь буквально на несколько секунд. Они быстро напитываются горячим этим составом и выкладываем на тарелку. Дальше делаем следующий слой. Следующий слой у нас будет состоять из йогурта. У меня домашний йогурт, обычный без добавок. Можете взять магазинный, но не используйте добавки. Не берите с добавками. И смешиваем с медом. Можно взять какой сахарозаменитель, но смотрите на свой вкус. Смазываем наш первый корж. Назовем его так. Дальше готовим. Для следующего слоя я взяла малину, просто в чашке перетерла ее сахарозаменителем и выложила небольшим тонким слоем на йогурт. Дальше все происходит таким же чередом. Смазываем один хлебец, наверх выкладываем йогурт, ягоды. Ягоды можно взять абсолютно любые, замороженные, какие у вас есть. Можно использовать какой-нибудь джем, но не советую брать джем с сахаром. Посыпайтесь о своем здоровье. Делайте так, чтобы ваш организм за каждый прием пищи говорил вам спасибо. Вот так идет процесс. Пока вы смотрите, поставьте пожалуйста лайк. Вам не трудно, мне приятно. Это как награждение за то, что я снимаю эти видео, монтирую их, озвучиваю и делюсь с вами. Мне реально приятно всегда читать ваши комментарии. Я с удовольствием отвечаю на все ваши вопросы. Лично сама отвечаю на все ваши вопросы под своими видео. Как видите, процесс приготовления у меня прям в реальном времени, можно сказать, идет. Он довольно быстрый. Вы просто выкладываете слоями то, что было заявлено раньше. Выкладываете один за другим слой, смазываете и получается довольно вкусно. На один раз, то есть вот такой мини-тортик, мне его много. Я съедаю где-то третью часть за одно чаепитие. Можно сказать, что его достаточно будет на семью из трех, даже четырех человек по небольшому кусочку. Можно приготовить, конечно, несколько. Видите, что он готовится очень просто. И подаем к столу. Ничего тут не надо, чтобы настаивалось, пропитывалось. Он сразу же уже размяк, пропитался и можно пить вкусный чай. КОНЕЦ Продолжение следует...